Сегодня и я, и вы побываем в ресторане с тремя звездами Мишлен, это впервые на моем канале. В ресторане есть дресс-код, должен быть элегантный образ, никаких маек, если они не под жакетом, пиджаком, никаких шорт, открытых ног у мужчин. Самое важное, попросили не использовать парфюм, чтобы чувствовать все тонкие ароматы, которые хочет передать шеф-повар. Фотографию и видео не запрещают, это хорошо, значит я смогу что-то снять, но попросили не использовать камеру, поэтому я не смогу взять камеру с собой. Можно использовать телефон, но попросили не снимать, знаете, таким образом, когда мы камеру ставим прямо над тарелкой, смотрим поверх и делаем такую фотографию. Это, кстати, популярен был тип фотографии несколько лет назад, наверное, лет уже 5 назад. Попросили этого не делать, потому что приборы и посуда в большинстве случаев в одном экземпляре, и это антиквариат. Поэтому телефон может случайно упасть, и посуда разобьется, и это большой ущерб ресторанам. Поэтому вот такие условия. Я вас с ними ознакомила и скажу, что на мне одето, а дальше уже расскажу про ресторан чуть больше. На мне вот такое платье манго. Да, манго. Вспомнила, что это манго. Очень красивый цвет, мне нравится в прошлом году. Я часто носила это платье, захотела его надеть в этот ресторан. Надела вот такое украшение, подвеска. Такие три кольца, три нити. У меня здесь нет сережек. Я сделала достаточно яркий макияж, немного даже вдохновленный 80-ми. У меня здесь есть фиолетовый, зеленый, и по росту ресниц я добавила коричневые тени. Также у меня на губах карандаш в оттенке Charlotte Tilbury Iconic Nude. Мне очень нравится этот карандаш, больше чем Pillow Talk, потому что Pillow Talk на мне смотрится очень светло, и мне не подходит. Я знаю, многим девушкам подходит, но мне не подошел. Жаль. Вот этот карандаш, и поверх я нанесла помаду Tom Ford, такая миниатюра. Очень удобно с собой класть в клатч. Это оттенок. Это оттенок номер 99. Посмотрите, какая маленькая помада. Очень маленькая. Также на мне часы. Они больше как украшения. Я их ношу только в вечерних образах. И у меня будет вот такой вот клатч. Селин здесь три оттенка кожи. Он подходит подо все. Абсолютно. Макияж у меня такая гладкая прическа. Я не делала контур лица сильно. Ну, я вот здесь добавила контур. Вот в этой части. И я очень сильно сконтурировала вот эту часть. Потому что, когда я так прилизываю волосы лаком, мне хочется сконтурировать вот эту часть. Для того, чтобы она выглядела так же очерченно и гладко, как и верхняя часть. Выглядит гармоничнее так. Вот такой вот образ у меня. Я еще подумала сделать такой яркий макияж, потому что платье достаточно повседневное. Я ношу его на каждый день. И мне вдруг захотелось его на вечер. И для того, чтобы образ сделать очень вечерним, я решила добавить часы, конечно же. И такой яркий макияж. На ногах у меня будут туфли. Как же называется эта модель? Модель Мэри Джейн. И они такого золотисто-бронзового цвета. Кстати, может кому-то интересно, как поживает мой огород? Никак. Ничего пока не сажу. Ничего вообще не посажено. У меня пока нет растений, которые приносят плоды. Только какие-то декоративные. Поэтому на балконе пока ничего. Пока время есть, не буду откладывать рассказ на потом. Пока я буду ехать в такси. Немного о месте, в которое мы едем. Самого шеф-повара зовут Сейджи Ямамото. И этот ресторан, в который мы едем, он на Маранаучи. Это один из районов Токио. Раньше он был на Рапанге. Тот же самый ресторан просто переместился с Рапанги на Маранаучи. И в этом ресторане, когда он был на Рапанге, помните, я говорила про награду Сан-Пелегрино? Это топ-50 по всему миру. И когда этот ресторан Сейджи Ямамото, под руководством Сейджи Ямамото, был на Рапанге, они вошли в Сан-Пелегрино топ-50 мира. Сейчас его ресторан входит в топ-50 Азии. И, конечно же, те три награды Мишле, на которых я говорила. Шеф-повар ресторана японец. И он очень гордится тем, что он делает кухню, всю свою кухню на японских ингредиентах. И он говорит о том, что он служит. Он служит клиентам. С таким посылом всё его вдохновение, вся его кухня и презентация будет. Есть очень много разговоров о том, что они заслуженно дают Японии награды Мишлен. Их достаточно много, очень много. Япония лидирует по наградам. Но если посмотреть на количество ресторанов, которые есть в Японии, даже, судя по этому количеству, можно объяснить такое большое количество ресторанов с наградами Мишлен. Это просто дело даже, в первую очередь, в количестве. Ну и, конечно, затем уже качество идёт. Качество в японских ресторанах на высшем уровне. В любом, даже если это недорогой ресторан. Ещё я хотела сказать вот про такую вещь, то, что сам шеф говорит то, что он служит. В Японии это считается как что-то положительное, позитивное. Потому что, как вы знаете, наверное, японцы очень трудолюбивые, и они гордятся тем, что они делают. Как я говорила в видео про эгоизм Японии, так же и в работе. Человек сам себя не ассоциирует своё эго с работой. Если он служит, это значит, что он отдаётся полностью работой, не вплетая своё эго и сознание, как есть какое-то сознание, рабство или чего-то такого, в свою работу. Работа является работой. И там ты хочешь показать себя наилучшим образом, для того, чтобы в своей категории быть профессионалом. Это важнее. И поэтому вот это служение, оно оценивается в позитивном смысле. Это то, как человек себя показывает в среде, где он работает и получает деньги. Если вам интересно про эгоизм Японии, посмотрите видео-влог из Окинавы. Оставлю ссылку внизу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот ресторан, в который я сегодня иду вместе с вами Здесь вот маленькая экспозиция Нож У меня есть похожий для суши И тонкий намек Старинная тарелка Это руки вытереть, как обычно И сюда маску положить Стакан Это для палочек Положили вот такой конверт на стол Кстати, у меня уже ногти ободрались В котором находится меню Его нужно вскрыть Меню можно выбрать на английском и на японском У меня на японском Если что, как выглядит меню на английском Кстати, бумага, на которой напечатано, она достаточно дорогая 400 йен за одну такую бумажку Маленькую Принесли разные палочки Разных цветов коробочки Я выбрала из всех цветов фиолетовые Теперь их нужно открыть Первое блюдо принесли на большой тарелке, которая дымилась паром И рядом лежал, по-моему, лук И нужно было забрать вот такой вот сосуд Просто как будто бы кукуруза жидкая Подготавливает рецепторы к приему пищи И у меня взял когольный чай Спарклинг Это чипс из рыбы и ваше Если поберется, можно увидеть частички рыбы Здесь все тарелки уникальные Для чего эти загадочные... А, как для чего? Эти загадочные тарелки со стеклом для сака Это волосатый краб Здесь, кстати, пакетлялка Здесь, кстати, пакетлялка Такая вот тарелка Принесли вот такой вот горячий напиток На основе даши Это основа, из которой делают затем японский мисо-суп И остальные соусы для японской кухни Следующее блюдо С кунжутом, овощами и... И инжиром Это тоже мало Такая вот тарелка Здесь на тарелке лежат кленовые листки Это блюдо, но уже поеденное Это блюдо, это щука, вывернутая с баклажаном, с юзу, с болотным растением, которые вы уже видели Кто смотрит мои видео про рестораны, ходит на Ресаре Тут тоже было это блюдо растение и вода с горы Фуджи Здесь, кстати, лежат по периметру кленовые листки И я предполагаю, что когда кленовые листки красные в природе осенью, то они здесь красные Это было бы прикольно, потому что это была бы крутая идея Представьте красные листки Здесь такой интересный интерьер Вроде это что-то японское, но как будто бы есть что-то китайское Но сам шеф все равно говорит, что это чистая японская кухня и на сайте даже флаг везде японский Я все равно ощущаю что-то китайское Например, цвета яркие Контрасты, вернее, даже не то что цвета, а контрасты Полотенце Для того, чтобы вытереть руки после того, как их помыла Показываю еще раз себя Я, кстати, я сегодня сделала такой вот хвост впервые, немного сбоку И мне очень нравится, потому что видно постоянно хвост Он не сзади находится И я не хотела все просто уводить назад И думала, что же сделать Я не хочу просто пучок И решила сделать хвост немного сбоку Где-то он находится на уровне, где-то посередине Он не низкий, не высокий Ну, это заметно И хвост выглядывает, и видно волосы То есть нет такого ощущения, что полностью волосы убраны И мне интересно посмотреть, что лежит в коробочке здесь Здесь средство для полоскания рта Для того, чтобы очистить очки Очень классные, кстати, салфетки И вот это такое средство принимается перед употреблением алкоголя Хорошо действует на печень, защищает ее, так сказать И разные вот стаканчики Женские эксперименты гигиены и прочее Очень удобно Ну, а здесь салфетки Следующее это блюдо типа сашими Соусы Цитрус японский Он часто используется для суши Особенно для суши с гребешком Салфетки Салфетки Это блюдо из кремлетки Это блюдо из кремлетки Морского ежа Икры Середки И других морепродуктов Это блюдо из морского ушка Может кто-то знает такой моллюск Как его едят в основном в Китае и Японии Вот с таким соусом нужно есть Принесли блюдо И сейчас принесут рыбу Айю На углях сделанную Ее нужно будет есть Начиная с головы Заканчивая хвостом Перед Красивая композиция. Это то, чего нет в меню дополнительно. Суп из мацутаки это самый дорогой гриб в Японии. А вот это внутри, то, что вы видите, такое волокнистое, это плавник акулы. Сейчас будет угарь. И здесь тофу, порезанное вот так красиво в виде цветка. И вот это такое блюдо. Желе из разных овощей. И здесь тофу, порезанное вот так красиво. В экскурсе после десертов матча. Уже был торговый центр закрыт, а ресторан работал. Поэтому нас официант вывел из такого центра. Посадил в такси. Это был самый длинный курс, на котором я была. С 7 часов до 22.45. Надеюсь, видео вам понравилось. Увидимся в комментариях или в следующем видео. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.